Донецкая шахта выселяет доложников из общежития. Однако жильцы уверяют, стоимость койко-место подняли незаконно. С журналистами на госпредприятие тоже не церемонились. Под гнев шахтного начальства и непрочные своды общаги попал Алексей Куделя. Плата за комнату в общежитии почти такая же, как за съемную квартиру. При этом жильцов постепенно лишают удобств. Вот, пожалуйста, вот, видите, воды нет. Ее обрезали в подвале, 4,5 метра трубы обрезали в подвале, не предупреждая, без санкций, без уведомлений, без ничего. В общежитии шахты Горького не только отключают воду. Здесь не работает половина плит на кухнях, в оконных храмах. Такие щели, что на подоконниках лежит снег, а проводка периодически горит из-за электроприборов, которыми обогреваются жильцы. Что просили, что говорили. Никто ничего никак не реагирует. Поэтому, вам надо, пожалуйста, делайте сами. Остальное, извините, ну хорошо, скостите как-то оплату. Нет, вы что? По словам жильцов, плату за общежитие шахта подняла вдвое еще в 2011 году, но условия жизни не улучшились. Должников просто выселяют. Под угрозой стать бездомным оказался бывший шахтер и участник боевых действий Виктор Тишин. А койко-место сейчас 350 гривен. И вот если они три раза по 350 гривен, получается 1050 гривен. Это абсурд, абсурд, чтобы за этот сарай платить 1050 гривен. Выселение за долги грозит и семье Людмилы Капишевой. У нее больной сын. Семью кормит муж, но на шахте на уступки не идут. Мне сказали, ваши проблемы не нравятся, выселяйтесь. Естественно, у меня началась паника, я начала обращаться, начала что-то делать для того, чтобы просто жить. Я не могу пойти на улицу. Должники шахты Горького обратились к правозащитникам. Тарифы здесь абсолютно необоснованные. Более того, задолженность насчитали за 5 лет, а при этом приказы о тарифах у нас нашли только за последний год. То есть за 2012 и за 2013 год. Как повышались тарифы до этого, неизвестно. И откуда они начислялись, откуда они брались. Попытка выяснить у руководства шахты, почему в общежитии подняли тарифы, провалилась. Несмотря на то, что на предприятии знали о цели визита съемочной группы телеканала «Донбасс», директор давать комментарий отказался. На официальный журналистский запрос мы тоже не получили ответа от руководства шахты Горького. О самом предприятии известно, что оно государственное и находится на стадии ликвидации. Алексей Куделя, Владимир Пельгук, Игорь Монастарёв, телеканал «Донбасс». Продолжение следует...